А теперь события серьезные, да и место проведения серьезное. Это трасса мотокросса на левом берегу. Настоящее место для шоу, с трибун которого видно все действие, а не куцый участок трассы, как ранее. Сегодня это действие тест-драйв внедорожной техники Yamaha. Тест-драйв, который превратился в гонку на выживание, потому как участники то ли от непонимания того, что квадроцикл это возможность лазить там, куда другим не дано, а не койн для гонок, то ли от количества адреналина превратили этот тест-драйв в те самые гонки без головы. Что смотрелось тем более зрелищно. И для опытных, видавших виды зрителей, и для спортсменов, и для тех, кто в эру электромобилей от ДВСных оторванных монстров не откажется. Вот здесь тарахтят обычно мотоциклы. Квадроциклы во всем мире тоже известны, и на них устраиваются соревнования. Имеет ли у нас перспективы вот это развитие? Конечно, это главное желание. Интересный вид спорта, квадрики, и очень здорово на них едут, и красочно все это получается. Так что все за любителями, которые хотели бы это все развивать. Я знаю, что в городе уже, наверное, порядка 200, может быть, 300, может быть, 400 квадроциклов. У вас здесь можно устраивать соревнования? Да легко. Это стадион, предназначенный именно для гонок. Видоизменить немного трассу, и все. И она готова для соревнований на квадриках любого ранга. И это правда. Кросс на квадриках – вещь очень популярная в месте жительства самой отдыхающей нации – в Америке. Там, кстати, зрелищных мероприятий не в разы, а на порядок больше, а то и на порядок порядков. Они там научились жить для себя, спокойно имея банки, а не наоборот, как это делается у нас. И тут возникает вопрос, кто там этим занимается? Ответ. Там этим занимаются простые люди, объединенные в клубы по интересам. А у нас единственный автоград. Точнее, группа фирм, в которые входит мотосалон «Ямаха». Вы, как энтузиаст моторизированного отдыха, ездите везде, практически у страны, сколесили, облазили. Радует то, что в конце концов коммерческие структуры организуют такие тест-драйвы? Очень радует. Наконец-то обернулись вообще к техническому спорту лицом. Но единственное, хотелось бы, чтобы город помогал. Потому что все технические соревнования проводятся некоммерчески, они сбрасываются участниками деньгами, и это проводится. А это даже и не освещается в телевидении, а когда идешь и просишь дать объявления о соревнованиях, просят деньги как за рекламу. Это неправильно. Я считаю, это обязательное. Это, как это называется? Ну, то есть, это общественная деятельность, и она должна бесплатно быть. Вот Автоград устроил тест-драйв бесплатно, это хорошо? Конечно, хорошо. А если бы за деньги, никто бы и не пришел. Все-таки надо сначала втянуть людей, а потом они сами их принесут, купят все, что надо, и будут наслаждаться жизнью на мотоколесах. Сказать честно, почему я в этом сюжете не в кадре и не на боевом коне? Да все просто. Чем-то новым для меня квадрик не является. Более того, мы просто ждем время, когда ультимативно уже другой Алексей Челейкин потребует. Да и мне не получится ему отказать. Потому как только Ямаха удовлетворит требования и в меру толстого, и упитанного. Ну, вот такая у нас порода. Впечатления какие? Супер. Там есть одно такое местечко, я хотел бы, чтобы все эту скорость увеличили. Это где обрыв. Как его проходит? Страшно. А так общий? Выглядит совсем по-другому. Общее впечатление как от квадроциклов? Появилось желание купить его. Сейчас есть возможность, Ямаха же все-таки есть в городе, да? Выбираем модель. Уже выбираем? Да. И в очередной раз слова благодарности за праздник. И в очередной раз напомним, вам просто необходимо иногда заглядывать на московскую 50. Потому как мотосалон Ямаха события такие анонсируют только там. Потому как, сообщив про это в эфире и заранее, заранее пришедшие на подобные действия обломаются. Потому как желающих будет более чем предостаточно. Ну что же, Ямаха в очередной раз город удивила, я понимаю. Так что поставила весь модельный ряд. Ну, на сегодняшний день здесь представлен не весь, конечно же. Но основные модели присутствуют. То есть это топовая модель 700-й гризли полноприводный. Рина мото-вездеход. Ну и спортивный раптор 350-й. То есть это оптимальные модели, которые для драйва и по... То есть гризли утилитарные для езды по лесу, по препятствиям, то есть оффроуд. А спортивный, на котором можно попрыгать и получить адреналин от драйва на скорости. Ну не каждый может. Порой приходишь в салон и все. Как понять, что такое? Благодаря чему все события состоялось? Ну, сегодняшнее событие связано с тем, что очень много людей, которые, конечно же, при выборе техники хотят понять, что им нужно. То есть мы предоставляем такую возможность, что можно прокатиться и определиться с выбором модели. И уже в дальнейшем не быть огорченным, проезжая на ней некоторые километры. Я понимаю, что Ямаха вообще никогда не огорчает, она только удивляет. Особенно нас удивил последний, помните, на Банном озере. Вы устроили для нас отрыв. Здесь что-то есть подобное? Ну, здесь сегодня у нас сделана в парке достаточно интересная трасса. Также есть препятствия из бревен, есть препятствия грязевое. То есть, ну, достаточно, я думаю, что участникам понравится сегодняшнее мероприятие. Ну, а что касается осеннего, я думаю, что мы повторим буквально в августе.